Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что за полтора года, которые были власти с момента Майдана, изменений страна их не претерпела. К сожалению, мы все это видели и это можно констатировать смело. Продолжение следует... Что я хочу сказать о себе? То есть поражение я не признаю. Но при этом есть юридический факт и мы не будем продолжать никаких судебных процессов по этому поводу. То есть юридический факт состоялся. Очевидно, Березенко получит этот мандат. От этого мандата явно плохо пахнет. Вы все это, я думаю, ощущаете и понимаете. То, что мы сделали в Чернигове, в общем-то, вернее не мы, а скорее я, я пошел на это абсолютно осознанно, абсолютно намеренно. Для того, чтобы снять маски, для того, чтобы вы все увидели, что технологии остались прежние, унаследованные от Януковича. То есть это подкуп избирателей. В качестве примера я могу дать наглядный пример, чтобы вы понимали. Я имею ввиду, осознанно я пошел на помощь гражданам и раздачу, благотворительных модов, пошли на раздачу продуктов. То есть это был определенный ход для того, чтобы произвести попытку сломать закупочную сеть, которую построил штаб Березенко. В общем-то, сеть была построена примерно на 60 тысяч человек. Низкая явка. В качестве примера я хочу вам показать участки. Участок 741-044, Березенко 133 голоса, Корбан 166. Участок 741-042, Березенко 169 голосов, Корбан 145. А вот, например, участок 741-004, Березенко 433 голоса, Корбан 111. То есть ощущаете, да, разница в четыре раза. То есть где-то нам удалось поломать сетку закупочную, которую устроил штаб конкурента. Естественно, в большинстве мест не удалось поломать эту сетку. То есть есть явный пример, который можно продемонстрировать. Поэтому в связи с этим, я еще раз хочу сказать, что я не признаю поражение. Но юридический факт состоялся. И мандат будет отдан тому, кого ЦВК объявит победителем. Судиться мы не будем. Я делаю официальное заявление. Со своей стороны, я хочу сказать, что я сконцентрируюсь на том, что мы будем продолжать защищать Украину. Я лично буду продолжать свою политическую деятельность, сконцентрировавшись не только на внешних врагах, но и на внутренних врагах. Потому что мы все должны понимать, что осенью кредиторы, а именно народ Украины, потребуют от власти оплату долгов. И в этом случае мы все свободные, нормальные люди. Можем оказаться либо в сетке, либо в клетке. Потому что власть действует теми методами, которыми она и действовала раньше. Я же говорю еще раз, ничего не изменилось. И моя миссия была лишь в том, что я вскрыл эту ситуацию и сорвал маску. Вот примерно так. Если есть вопрос. Смотрите, я хочу сказать, что это была моя личная инициатива. И многие члены партии, многие мои соратники были против такой инициативы. Но я пошел на этот шаг осознанно, для того, чтобы еще раз подчеркнуть те методы, которые остались. И для того, чтобы сорвать маски, чтобы все увидели, что власть покупает избирателя деньгами, строит сетки при помощи запугивания, оружия. Включен весь репрессивный аппарат. То есть мажоритарные выборы это зло. Мы его продемонстрировали наглядно. Я это сделал осознанно. То есть вы осознанно раздавали... Давайте не уточнять. Я же сказал, что все достаточно четко. То есть я осознанно пошел на то, чтобы благотворительные организации раздавали эту помощь гражданам. Открыто, без всякой агитации. В рамках программы СтопФотфук. Для того, чтобы понять вообще, а есть ли какой-то механизм, чтобы сломать сетку. Ну, пока нет. А на местах выборов идти, да? А? На местах выборов идти, да? Давайте по порядку. На местах выборов пойдет партия Укроп. Безусловно, по всей стране. Она выберет себе тактику, по которой будет идти. Я говорю за себя, чтобы все было понятно всем. Я говорю сейчас за себя. Дальше поступит Борис от имени полицовета партии. Сделает свои заявления. Поэтому еще раз говорю. Раздача продуктов населению. Это была моя личная инициатива. И я обратился по своей личной инициативе к бизнесменам и благотворительной организации. Для того, чтобы они организовали это. И я могу сказать, что эта практика, она, в общем-то, показывает себя неоднозначно. Я считаю, что люди доведены до отчаяния. И вполне возможно, что... Вполне возможно, что... Вполне возможно, что такую практику нужно продолжать. Но это, опять же, мое личное предположение. Потому что люди реально в Чернигове, в Виннице, в Ницком, в Ровной, во многих местах страны нереально испытывают трудности. Вроде, как говорят, все меня... Я назвал нашу страну бедой. Они меня начали критиковать и говорят, что страна на самом деле богата. Люди бедные. Ну, не бывает такого. То есть у нас и страна бедная, и люди бедные. Как бы... Да, в стране есть много ресурсов, но они сконцентрированы в руках какой-то правящей партии. И она ими пользуется. Народ держат специально голодным. Для того, чтобы его можно было легко покупать на выборы. За 400 гривен голос. И все были свидетелями этой истории. И голосование на участках, они как бы наглядно демонстрируют там, где была сломана сетка, и там, где она не была сломана. То есть там, где была сломана сетка, на одном участке выиграл я, на другом участке выиграл резинка с небольшим перевесом. Там, где сетка не была сломана, разница в три раза. Два раза, в три раза. Ну, то есть, очевидно, сетка работает. Что еще тут можно сказать? Задавайте вопросы. Да, будь ласка. Турщик. BBC, чем пояснен результат резидент полю? Я думаю, что на самом деле, я говорил уже до этого, что социология в данном случае, любая социология, она является нерелевантной, когда используются какие-либо технологии. Потому что, если действует, например, в округе, закупочная сеть голосов, то никакая социология реально это оценить не может. Социологи, они действуют по своей методике, опрашивая людей на улицах, где-то еще в общественных местах. А когда к людям заходят в дом и отдают конверт 400 гривен, здесь социолог бессилен. Человек никогда в этом не признается, на самом деле. Ну, давайте будем объективными. Поэтому он и не попадает, тот, кто берет деньги, он не попадает в социологические средства. И то, что были разные экзитполы, это всего лишь пиар-технология очередная, когда один штаб дает свой экзитпол, другой штаб дает свой экзитпол, а реально картина вообще третья. Еще бы, пожалуйста. Свобода ФМ, скажите, пожалуйста, ваша политическая сила будет выступать против мажоритарки в таком вигляде, в котором мы ее побачим? Я думаю, за политическую силу скажет Борис Филатов, а я говорю здесь за себя. Я думаю, это будет правильно. В данном случае. Если ко мне есть... Да, да, но вы особисто, вы против мажоритарки? Я лично, да, потому что, вот, я же еще раз говорю, мы все увидели просто фейерверк технологий на 205-м округе. Я считаю, что это апогей мажоритарки в стране, где все показали свое лицо, истинное лицо. И я в этом видел свою задачу, на самом деле. Никто, на самом деле, изначально, вы же понимаете, не строил иллюзий по поводу формального выкрашения на этом округе. Ну, то есть, я честный человек, я реалист, и я говорю как есть. То есть, мы не строили для себя никакой иллюзии о том, что мы победим провластного кандидата. Хотя мы говорили об этом, но мы и должны были об этом говорить. Не могли же мы заранее говорить о том, что формально будет юридический результат другой. Поэтому, как бы, накачивалась ситуация для того, чтобы нервничал штаб конкурента. Они реально нервничали. Они ошибались. Они привезли в город оружие. Они показали весь свой репрессивный аппарат. Вы помните, когда был задержан автомобиль, не отреагировал ни один силовой орган. Ни СБУ, ни прокурор. Приехал начальник городской милиции, который был назначен прямо из штаба Березенка за две недели или за три недели до этих выборов. В машине находился его одноклассник, вооруженные люди, конверты с деньгами. Это все прилюдно показывалось. Вот в чем была моя миссия. Для того, чтобы вы все это увидели. Где вы живете. Нади, а что были дальше с социальными палатками? Можете сказать? Смотрите, там будут кормить людей. Я знаю, что благотворители приняли решение пока поддерживать людей. Пока это... Я не знаю, как долго, то есть здесь будут, здесь может быть будет какая-то очередность. Благотворители кормят сегодня фронт, извините, и будут, естественно, помогать людям. Пока сказали, что будут помогать. Сколько это продолжится, я не знаю. Я считаю, что сегодня у Чернигова появился достойный депутат. У него есть Рада Реформ. Мы все посмотрим. Но я считаю, с другой стороны, знаете, так по-честному. Почему он делать ничего не будет, это легко объяснить. Он никому ничего не должен. Он заплатил за эти голоса. Он рассчитал. за голоса. По 400 гривен за голос. Все. Он никому ничего не должен. Моя задача была, я разбудил немножко Чернигов. Я думаю, всем было интересно. Лето. Все уже думали загорать на пляже, а тут такой, такой трэш. Ну, может, прошло спокойно. Да. А? Может, прошло спокойно. Да, на самом деле, у нас же не было задачи сорвать выборы. или там как-то поменять результат выборов. Нет. Результат юридический мы видим. Поражение я не признаю. Я не считаю это поражение. Я считаю это наоборот поражение власти. От этого мандата плохо пахнет. Согласитесь. И власть, БПП в частности, получив один мандат, я уверен, в ближайшее время потеряет 10 коалициантов. Я просто в этом не сомневаюсь. Потому что те народные депутаты с разных фракций, которые, да, являются участниками коалиции, которые, вполне возможно, от своих фракций имеют даже каких-то квотных министров, но многие из этих людей реально увидели, как поступят и с ними в случае, если они как-то неправильно себя будут вести. Нетолерантно к власти. И так поступят со всей страной. Вы должны это понимать. Вы журналисты. Потому что завтра вас начнут подключать. Или снимать ваши статьи. Ну, потому что оно просто не будет ложиться в матрицу Петра Алексеевича Пороша. И все. И в этом я видел свою миссию. То есть никто изначально на юридическую победу не был, как бы, не строил себе иллюзий. Здесь был запущен. Сюда были брошены все силы. Весь фронт находился здесь, внутри страны. Не там, на востоке. А здесь Чернигове. Давайте будем честными. Давайте в этом признаемся. Я вам честно говорю, что я намеренно сделал то, что я сделал. Это было мое решение, сугубо индивидуальное. Многие члены партии украинского патриотов не поддержали в этой инициативе. Но я, тем не менее, принял такое решение. И принял на себя репутационные риски. Но зато мы все с вами увидели кто чего стоит. То, как выглядит на самом деле. И что нас ждет осенью. Вот осенью нас ждет я же сетка, кого-то сетка, а кого-то клетка. Геннадий Леонидович, вполне очевидно, что у нас с Черниговым теперь очень-таки особое отношение сложились. А насколько долго будет у вас остаться память в нашем городе и будет ли она хорошей в том смысле, что вы рассказываете о Чернигове своим друзьям предпринимателям. Будет ли как-то это продолжаться? Не оставили ли вы эту идею? Нет, никто не оставил, потому что партия будет по всей стране. поскольку здесь в Чернигове достаточно хорошая узнаваемость о партии укроп, то все эти программы будут поддерживаться. Не наверное, а будут поддерживаться. Будет поддерживаться местная команда. И я думаю, что жизнь будет продолжаться. Чернигов прекрасный город, мне он очень понравился, чистый. И такой он депрессивный. Приеду конечно, с удовольствием. Я думаю, что в Чернигове всем было интересно мое появление. Правильно? Вот. Поехали. Я надеюсь, что у всех останутся хорошие впечатления обо мне и черниговцам. То есть я не сделаю ничего дурного или плохого. Вот. Тем не менее, я хочу сказать, что и констатировать факт о том, что сегодня в стране есть только одна политическая сила. Одна. Которая в состоянии с украинских позиций бороться с этой уживой властью в лице двоха Петра Порошенко. И реально как бы не входить ни в какие политические договорняки, кулуарщины и так далее. Хотя это предназалось. Но об этом немножко позднее. Спасибо. Если нет вопросов, желаю всем хорошего настроения и удачи. народного депутата Бориса Филатов. Уважаемые друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте. Меня зовут Борис Филатов. Я народный депутат Украины, член политического совета партии Украинское объединение патриотов. Во-первых, я хотел бы сказать спасибо Геннадию Корбану за то, что он в ситуации на выборах в 2005 избирательном округе принес жертву свою репутацию. В том числе для того, чтобы были сброшены маски и был показан весь цинизм власти. Геннадий уже говорил о том, что это было его осознанное решение. Другими словами, он ценой своей репутации купил билет в цирк для всей страны. Для того, чтобы страна смогла увидеть тех, кто находится на манеже, клоунов, дрессировщиков и гимнастов на батуте. Мы хотели бы сказать большое спасибо Петру Алексеевичу Порошенко и всей запущенной им репрессивной машине, медийной машине, машине циничной лжи, машине фальсификации. Почему? Потому что фактически мы показали всей стране, что наша политическая партия это единственная политическая партия, которая не вступает ни в какие договоренности с властью. Ни кулуарные, ни публичные. У нас много друзей, много соратников, много симпатиков, в том числе и Верховной Рады из различных уважаемых политических сил. Но, к сожалению, они входят либо в правящую коалицию, либо имеют по квоте министров, либо голосуют, когда это нужно и их об этом просят. Скажу вам так, что с нами невозможно договориться, и это самое большое наше политическое достижение. Мы четверг убедились в том, что политическая программа нашей партии, в основу которой положен тезис об отмене президентского поста, правильная. В очередной раз президент Украины показал всей стране, что как только он попадает в здание на Банковой, он начинает заниматься узурпацией власти. Я говорил уже неоднократно о том, что Украина является страной, которая должна стремиться к парламентской республике. И эти выборы еще раз тому подтверждением, что мы были правы. Кроме этого, эти выборы еще раз подтвердили нашу принципиальную позицию о том, что на выборах должны бороться люди и идеи, а не гречка и деньги в конвертах. Мы против мажоритарки. Мы за отзыв депутатов всех уровней. Мы за снятие неприкосновенности. Но каждый раз мы утверждаем и говорим везде, это заложено в нашу политическую программу, о том, что неприкосновенность должна быть снята со всех, а не только с депутатов. Если господин Порошенко хочет для того, снять неприкосновенность с депутатского корпуса, он в том числе должен внести добровольно закон об импичменте президента и о временных следственных комиссиях. Для того, чтобы были соответствующие механизмы политического баланса и для того, чтобы в стране не состоялся очередной Майдан. Почему? Потому что, когда люди не видят возможности юридического отстранения президента от власти, они вынуждены менять власть насильственным путем. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть, что, как уже упомянул господин Корбан, были предложения связанные с тем, чтобы он снялся с выборов. Вы можете просто зайти в гугл и посмотреть. Такие слухи распространялись не зря. И этому еще будет дана соответствующая оценка и будут даны соответствующие комментарии, пока мы с этим повременем. господин Корбан намеренно не пошел ни на какие договоренности. За это мы ему благодарны. Мы благодарны ему за то, что он ценой собственной репутации сорвал маски. Маски сорваны со всех. С Петра Алексеевича, с правоохранительных органов, которые сотнями задерживали вчера людей просто за вот этот браслет. Только что мне поступила информация, и она тоже уже документально подтверждена, о том, что экипажи работников милиции ездили в Чернигово по дворам и предупреждали людей о том, что участки заминированы, и поэтому им туда не стоит идти. Фактически, как уже говорил господин Корбан, можно сравнить результаты. Невозможно, чтобы разрыв был в 4 раза между кандидатами, там, где они идут либо ноздря в ноздрю, либо превышают друг друга, то есть это однозначно говорит о массовых фальсификациях. Господин Корбан вправе принимать любое решение, признавать эти выборы, не признавать эти в суд. Я могу сказать только так, что политическая партия наша была категорически против использования раздачи продуктовых наборов, но тем не менее, господин Корбан является нашим боевым побратимом, он принял на себя этот моральный груз, и за это мы ему говорим спасибо. Вся страна убедилась о том, что мы единственная партия, которая не собирается вступать ни в какой сговор с режимом Порошенко и его Камарилий. Вся страна убедилась в том, что ничего, к сожалению, не изменилось, и вся страна убедилась в том, какими методами может действовать власть, начиная от циничных манипуляций и заканчивая применением репрессивного аппарата. мы идем дальше. На самом деле 15% это прекрасный рейтинг для города Чернигова. В городе Чернигове мы считаем, что у нас будет одна из наших основных площадок электоральных. мы не бросим ни одного нашего человека. Все люди, которые пришли к нам в команду и все люди, которые протянули нам руку будут идти с нами дальше один за всех и все за одного. Спасибо. Будь ласка, что за питание борются? Где за питание борются? В Саакашвили как складывается сейчас ситуация? Смотрите, Саакашвили я уже давал по этому поводу комментарий, то есть на самом деле опять же я не страдаю склонностью так сказать к мистическим совпадениям, но тем не менее где-то нам и Боженька помогает и в том числе с господином Саакашвили. Это были абсолютно две случайно случайные встречи. Первая встреча он решил просто посмотреть что происходит на площади и попался на агитатора господина Корбана начал варить борщ. После этого естественно на ютубе появилось видео сообщение ну и все подумали о том что он агитирует на господина Корбана. После этого господин Саакашвили поехал с господином Березенко прогуляться по Чернигову. Это была специальная технология. они не пытались и не хотели обнародовать исходя из своего чистоплюйства эту схему. То есть они просто должны были гулять по городу за счет узнаваемости таким образом повышать рейтинг господину Березенко. После этого они должны были переместиться на Черниговский инвестиционный форум в музыкальной школе на который собирали предпринимателей по звонку из областной государственной администрации. Но наши с ним дороги пересеклись. Вы видели этот ролик. Господин Саакашвили не выдержали нервы после того как я ему сказал, что он потерял свою политическую репутацию когда приехал в город Чернигов поддерживать господина Березенко. Я бы не хотел сейчас переходить в категорию оскорблений, накачанных ублюдков или брехливых мессий сейчас мы с господином Саакашвили переходим в строго юридическую плоскость. Когда я был заместителем областной государственной администрации в городе Днепропетровске активисты, журналисты в первую очередь украинская правда засыпала нас постоянно запросами. То есть государственный служащий это государственный служащий. Если он едет в город Чернигов он должен объяснить чего он едет. Есть ли у него командировка есть ли у него задание что он тут делает. Поэтому господин Саакашвили который везде декларирует о том что он является реформатором он является государственным служащим человеком который принял гражданство Украины и он должен выполнять законы Украины и закон про государственную службу. Теперь господин Саакашвили будет каждый день получать депутатский запрос и мы посмотрим как он будет отвечать на депутатские запросы. Я хочу максимально наши отношения к господину Саакашвили формализовать в юридической плоскости и посмотрим кто в юридической плоскости из нас победит. А не в медийной плоскости бегание по пляжам с молотком. Спасибо. Я тоже субтитры вам спасибо.